Везка Карма Добрушского района. Виновита тут, 30-го студеня. 1921 года народился будущий народный письменник Беларуси. Потом Иван Шамякин признавался, что особисто бачил отповедный запис у князя мясцового священнослужителя. В уголе у Карме хлопчик прожил только до 1927 года, а потом изменил несколько адресов. Его батька был лесником и часто переезжал с места на место. Але об своею малую родиме Иван Шамякин николи не забывал. И уже у дорослому взросле часто приезжал здесь медо своей двоюродной сестры. А вось хата, где народился письменник не захавался, и она сгорела под час великой айчинной. Зараз на этом месте дом зусим інших людей. А тому туристам тут могось показать только склеп, яким неколи саправды корысталася семья Шамякиных. А я шы рассказать, яким он был человеком, простым и ширым. В 80-е годы, помню, они проезжали, проезжал Иван Петрович Шамякин вместе с поэтами, писателями белорусскими. И в центре встречала вся деревня его. И мы всегда очень любили писателя. Он писал нашим кармянским языком, так говорят кармяне. Настолько просто, доступно писал. Специального музея, яке присвечены житю и творчасти, Ивана Шамякина увезцы карма нема. Але есть экспозиция у школьном музее. Кажуть, што сбирать экспонаты пошали односно недавно, а там у музея ше будзе попаўняцца. Прышым не толькі особистыми рычами народного письменника, ягу книгами. Школьные экскурсоводы готовы ў любы момент рассказаць о бродзе Шамякиных. Такі падрабязнасті, яких не знайдзеш ни у адной энциклопеды. Дед Ивана Шамякина, яку газвали Міна, был, наприклад, вельмі скупым чалавекам. Одрознення ад інших родных. На самом деле, он работал день и ночь. Был чрезвычайно скупой и дрожал над каждой копейкой, но всё равно оставался бедным. Был у деда Миночки сын Трофим, брат отца писателя. Тришка был весёлым, всегда смеялся и пел. Бывало, дед ругается, а Тришка смеётся. А Петин был настоящий мастер, артист. До 95-го дня народного письменника Беларуси у кармянской середней школы провели специальные уроки, присвеченные знакамитому земляку. На их яшэ раз узгадали об его роли у беларускай литературы и громадским житті. И он был символом и мифом аднышасова. По его творах школьники писали сочинения, кинематографисты сдымали фильмы, а режиссёры ставили спектакли. У одним из интервью, якое Иван Шамякин даў у 2000-м годзе, он подкресливал. Маё покаління было вядавочна з усім іншым, чым ця перышня. Мы были гарачы патриоты, сваёй радзимы. Гэта настолькі было у нас, у нашай крыві, што з імям партии мы шлі у атаку і помиралі. Гэта сэ правды цяжка зразумець сёняшній молодзі. Але хачу просто попрасіць, паважаць ветерану вайны, тому што мы ўсё ж такі адстояли свет, ад карышневай чумы. Иван Шамякин і сам был удзельніком Великай Айчыны, якую прайшоў с першага да апошнега дня. Што тышыцца яго творчасті, то пісаў ён на самай рознае темы. Яго піру дарышы належыць першый беларускі раман ап Чарнобылі «Злая зорка». Усе творы Ивана Шамякіна сёня сабраныя ў кармянской сельской бібліатэсы, прычым шмат якія кнігі з аутографам пісьменніка. Дарышы падчас святочных меропрыємству, які запланованы ў кармі з нагоды юбілею знакамітага земляка, на будынку бібліатэкі меркуўцца адкрыць памятны знак. А прача таго падпісано рашынне Дубружскагарайвы Канкама апрысваєні гэтыў установе імя Івана Шамякіна. Асубую цэннаць нашай бібліатэкі імеэт рукапісь. Эта рукапісь называецца «Цуд на краю света». Ана входзіць в зборнік праизведені Івана Петровича Шамякіна «Пром немаленства». Эта единственная кніга, каторая предназначаецца для децкого читателя. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько. Телерадиокампания «Гомель», Дубружский район.